В строчке одни из первых весенних грибов появляются в конце марта и зазывают в леса любителей тихой охоты. Последние набирают полные корзины и попадают на больничные койки с сильнейшим отравлением. Все дело в том, что гриб этот содержит яд, действие которого способно привести к летальному исходу. В строчке содержит очень сильный афлотоксин, яд гирометрин, который, попадая к нам с вами в организм, блокирует работу печени и почек. И в таком случае организм отравляет сам себя. Отравление, наступает отравление буквально через 2-2,5 часа. Головокружение сильное, тошнота, рвота. В России он пользуется спросом, у нас постольку поскольку, а в Западной Европе он на сегодняшний день категорически запрещен к сбору. Нередко строчки в лукошке оказываются по незнанию. Человек собирает менее опасные сморчки. Но грибы похожи. Но, к слову, менее опасные не значит собирай и ешь в сыром виде. Сморчки условно съедобные. Перед употреблением должны пройти серьезную термическую обработку. Да и встречаются они на наших просторах гораздо реже. Встречаются намного реже в наших лесах и, как правило, в смешанных лесах или широколиственных лесах. А так как у нас в основном посадки сосны, в основном сосновые леса, с преобладанием сосны, в основном сосновые леса, то чаще всего у нас, конечно, строчок. В общем, не столько в этих грибах ценностей и вкуса, чтобы рисковать. И главное правило, не уверен, не бери, никто не отменял. Но если на грибы в лесу ведет охоту человек, то еще одни лесные обитатели, клещи, выходят на охоту сами. За истекший период 2017 года в организации здравоохранения обратилось 76 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 22 ребенка. Для сравнения, за такой же период, 2016 года, в учреждение здравоохранения обратилось 72 человека, из них 30 детей. Но если принимать во внимание то, что в 2016 году активность клещей началась с 4 февраля, а в нынешнем году с 27 февраля, то по количеству дней, которые клещи были активны, в 2017 году у людей пострадало больше. Специалисты напоминают, не забывайте об элементарных правилах. Подбирайте одежду, максимально закрывающую тело, используйте репелленты, проводите самые взаимосмотры. Особое внимание уделяйте детям. Не стоит водить малышей по зарослям. Лаймборелиоз и энцефалит, переносчиками которых являются клещи, очень опасное заболевание. Не дайте клещам шанса доказать вам это на практике.